Мне это подходит, я это хочу. В свою уже реальную жизнь. Ой, бла-бла-бла. Токсично-позитивные люди меня достали. Так, ну вы реально селедки, как Оля. Говорит, никто в твоей жизни не должен в нее сделать вклад больше, чем ты. Ленивая задница. Представляешь, насколько это некрасивый процесс с моей точки зрения? Красная парочка, потом фиолетовая, потом уже, да, истерики. Да я ненавижу вас обеих. Я как артист в какой-то момент не смогу этот хит повторить. Люди не хотят слышать, не хотят ничего делать. Они знают, что жить не хотят. Ты живая становишься на их глазах, а они все еще мертвые. И они тебя за это ненавидят. Итак, всем привет. Немного грустно писать эти серии. Девчонки за кадром тоже уже делились, потому что у нас финал. Финал мы сегодня решили сделать двойным. Сезон необычный, состоящий из двух частей. Сезон другого уровня, героини другого уровня, смысл другого уровня. Все было очень трансформирующе для абсолютно всех участников. В том числе для наших гостей, для наших экспертов. С Лео мы поговорили о том, как он по-другому увидел даже продукт. У нас плокуса в конце. Который мы создаем, да. Да. И немного грустно у нас сегодня выпускной. И выпускницы у нас просто потрясающие красавицы. Мы с радой оделись, посмотрели в зеркало и поняли, что девчонки-то наряднее нас. И это совершенно справедливо и заслуженно. Дорогие, привет. 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 Ну, то я не могу. Привет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оля? Легко Потрясающие пять дней, которые мы вместе провели Я думаю, что моё решение попроситься пойти на второй круг Было настолько своевременно, наверное, именно в том периоде жизни, в котором я нахожусь Потому что на первом круге мне не хватило Мне не хватило той жажды жизни, которую я получила в этот раз И у меня, наверное, очень короткий месседж будет Что я хочу от жизни взять абсолютно всё И я понимаю, что то, что мы успели сделать, это тоже какой-то небольшой кусочек Но так как у нас ещё далеко-далеко Движение вперёд и на много-много лет То каждый раз открывать что-то новое Через себя это пропускать Потом делиться, рассказывать Проживать эти эмоции Это, наверное, самое потрясающее, что могло случиться Супер Мне хочется начать ту жизнь, которую мы с вами прожили Потому что мне кажется, что с февраля до сегодняшнего финала Прошла как будто бы целая жизнь Такая особенная, интересная, необычная И я благодарна судьбе, Богу, Вселенной, кто как называет Я благодарна случаю и не случаю И своей настойчивости, что я постучалась к вам Я благодарна тому, что вы увидели, услышали И почувствовали, что я смогу стать героиней Всему этому я благодарна за то, что это всё случилось в моей жизни Я помню на мастер-майндах Рада говорила, что так и ты проживёшь Ну, не только мне, а вообще она девчонкам говорит И с тобой ничего в этой жизни не случится Это, по-моему, самое грустное, что может быть Когда твоя жизнь прошла, и так ничего в ней и не случилось Со мной случилось это невероятное приключение Это путешествие Это история И, конечно, она перевернула мою жизнь, моё сознание Конечно, это старт Конечно, это новое начало чего-то ещё более грандиозного И это красивый старт Если вспомнить все моменты в жизни, когда ты чувствуешь, что только начинается Это выпускной в школе, выпускной в университете Это свадьба твоя, когда ты думаешь, что там впереди Предвкушение Да, предвкушение И сейчас выпускной с вами Это тоже какое-то предвкушение новой, интересной, сказочной жизни Которую я готова Которую я шагну И которую я ждала Я благодарна вам за всё За каждые слова За то, что меня ругали За то, что меня хвалили За то, что мы вышли на уровень горизонтальный За это я тоже благодарна Есть вот это ощущение Вот из того, что я слышу, что ты говоришь Что вот момент съёмок Это немножечко отдельно от основной жизни Которая текла и течёт И сейчас к обеим вам, девчонки, вопрос И сейчас задача совместить то, что мы проживали здесь С тем, что вы будете проживать самостоятельно Потому что, мне кажется, это такой распространённый может быть эффект Как от тренингов, как от любого такого потрясения Эмоционального, ментального Ты в контексте побыл И потом опять вернулся в свою вот эту рутинную жизнь Стоит такая задача? Скажу, да До того, как я пришла на реалити Была одна жизнь Реалити — это другая жизнь И вот между этим всем Была реально пропасть Та, про которую вы говорили Что пропасть Между моей реальной жизнью И между тем, что я прожила в реалити После реалити я эту пропасть Сокращаю Сокращаю, сокращаю, сокращаю И сейчас вот второй круг, второй заход Я не вижу уже такой гигантской пропасти Я вижу только цели и задачи Которые я должна реализовать Чтобы реалити и моя реальная жизнь Стали похожи Потому что каждый момент съемок Я у Татьяны Мужицкой, которую я обожаю Услышала такую фразу Господи, сохрани настройки этой реальности Вот, мне так нравится эта фраза Когда мне что-то нравится Когда я вижу что-то красивое Что-то подходящее мне И мне кажется, каждый момент съемок Я постоянно говорила Господи, сохрани настройки этой реальности Мне это подходит, я это хочу В свою уже реальную жизнь Олечка, как у тебя сплетаются эти две? В реальности Ну, я не могу сказать, что для меня Это была большая пропасть Одно дело, когда ты под покровом чем-то А другое дело, когда ты самостоятельно Все это делаешь Поэтому, если первый круг у нас была инициативность То второй круг безотлагательность Когда это все соединяется вместе Появляется как раз вот эта смелость Бесшабашность Я абсолютно себя отпустила И я какой была смелой Просто у меня сейчас выросли крылья У меня нет никаких Да, никаких нет ограничений, преград Я могу все, что угодно сделать со своей жизнью Это все возможно Открыть любую дверь Надеть все, что угодно Пройтись с кем угодно Познакомиться с любым человеком Ограничения полностью сняты А можно я скажу про Олю? Конечно Можно, у нас все можно Мне так хочется сказать про Олю Вот я первое интервью помню И первый день знакомства с ней И вот второй И это просто два разных человека Мне кажется, она действительно за это время себя отпустила Ну, я думаю, конечно, сыграла еще наша поездка совместная Когда я видела вот как она отпускает, отпускает, отпускает И уже больше-больше точек соприкосновения у нас с ней И когда я видела вот интервью, когда она пришла Я даже вот так, мне хотелось аплодировать Мы, по-моему, даже аплодировали, да, в конце И я говорю, я так за тебя рада Я так рада это видеть, это так красиво Как цветок распускается и благоухает Вот так, вот с этим я могу сравнить То есть, да, это был цветок, но закрытый в бутончик Благодаря вам, благодаря вот всему, что происходило Всем процессам, Оля такая Спасибо Ой, кстати, будет здорово, а ты про Катю скажи А ты про меня Класс Катя, я тебе могу просто пожелать Быть вот прям, я не знаю, настолько уверенной Насколько в тебе этот потенциал есть Ты просто очень красивая, очень красивая Ты шикарная женщина Тебе просто нужно чуть-чуть в это поверить И, я не знаю, мне кажется, всей командой Все, и девчонки, и зрители даже Тебе написали тысячи комментариев, что ты такая и есть Осталось только тебе в это поверить Даже не сомневайся, не сомневайся Спасибо Сейчас ругаться буду Ругаться будешь? Да, да, ругаться буду Серьезно? Ну, опять все токсично-позитивненько Так если мы так чувствуем Ой, бла-бла-бла Токсично-позитивные люди меня достали Вот эта фраза твоя вступительная Что ты нам еще на мастер-майндах говорила Что в вашей жизни ничего так и не случится И типа это грустно Так ну вы реально селедки, как Оля Говорит, мне нравится это слово Ну люди селедки, все селедки Все зрительницы селедки сидят, ни хера не делают Да Почему, чтобы вы начали что-то, правда, зажигать в своей жизни Нам нужно вот это все мероприятие разворачивать Для меня это до сих пор загадка Да, я понимаю, что мы это делаем и зачем Но почему ты не могла с мастер-майнда стартануть Но вот что тебе мешало Мы то же самое, я там с вами проговариваю в группе А сейчас знаешь, что я наблюдаю? Что у меня заявок на реалити больше, чем у студентов на курсе Потому что они сами просто не хотят Даже если ты им все то же самое скажешь Они хотят прийти сюда, сесть Чтобы я с ними лично с каждой в секонд-хенд сходила Чтобы с каждой лично к парикмахеру сходила И сделала элементарные вещи Что сложного Да это элементарные вещи, если вы начнете слушать Просто включить активность Никто в твоей жизни не должен в нее сделать вклад больше, чем ты И я не люблю людей, в чью жизнь я сделала больший вклад, чем они сами Представляешь, насколько это некрасивый процесс с моей точки зрения Насколько это неприятно наблюдать Как людей нужно вот Бесконечно откачивать Откачивать Это ужасно, да И когда они мне за это благодарны Да я ненавижу вас обеих Понимаешь? Я могла делать что-то интересное Вот 6 лет, что ты ходишь на курсы? Сколько можно-то? Так а ты посмотри, какая это уже трансформация Трансформация, это когда я вот так Оля, давай, давай, давай Я в тебя верю Я еще всю команду уговаривала Не выкидывайте ее, она сможет, я в ней уверена Потому что я 6 лет наблюдаю, я что-то о тебе знаю А что сложного, показать то, что у тебя есть другим Что произойдет А что я не так сделала? Все Ну, например Ну, потому что у нас позитивный сезон Из-за того, что все начали говорить правильные вещи Какой позитивный Какой позитивный Это говно, а не сезон Нет Я весь негатив на себя приняла Поэтому все подписались, что там не живая, а мертвая С этими деньгами То есть весь негатив я впитала в себя Поэтому все было хорошо Мы уже 7 лет этот негатив на ютубе пылесосим Под каждым нашим выпуском Какие мы злые, бессердечные, ужасные Сам факт Что она делает на этом реалити? Что она делает? Поэтому, ну, если Да, такое тоже бывает Такие люди на уровне реально не могут ничего сказать И признаться в том, что происходило Мне ответить надо или нет? Для меня это больше Что мы то же самое с Олей делаем 6 лет на мастер-майдах То же самое, что вы сейчас видите То же самое происходит на мастер-майдах У меня заявок на реалити больше, чем человек на живом потоке На котором мы 3 месяца будем глубоко отрабатывать Все начинают лениться Как только даешь им возможность меньше напрягаться Они сразу это выберут Почему? Я тебе скажу Мастер-майнд тогда включает Здесь докрутилось Понимаешь, у каждого своя скорость И не могут все за скорость, допустим, месяц Выстрелить в какой-то космос И показать Ну, хорошо, 3 месяца Вот мне понадобилось с лета до этого момента Потом я еще дальше пойду и буду дальше Это же бесконечный процесс Вот если бы не было этого мастер-майда, того первого То не было бы и сегодняшнего дня Но твой результат за последние 2,5 месяца выше, чем до этого 7 месяцев Ты зашла к нам на курс 1 июня Мы начали снимать реалити В феврале В конце февраля Уже был гигантский прогресс Просто в моей скорости Есть скорость улитки Есть скорость лани Есть скорость коня Со мной? Без меня Со мной? Без меня Понимаешь? Почему вы не можете добровольно тоже в такую скорость войти? Это элементарные вещи Мы ничего сложного не делали Или ничего Вы могли все из этого сделать сами Почему вы не делаете? Да, это сейчас на самом деле не ругачка Риторический вопрос Попытка проанализировать Попытка вот этот баг исправить раз и навсегда Потому что мы как идиотки 6 лет реально об это бьемся Но я не могу до конца жизни людям говорить Что сходите переоденьтесь Челку себе подстригите Ну я просто Я как артист в какой-то момент Не смогу этот хит повторить вслух Понимаешь? У меня просто кровь из всех мест пойдет Но это очень тяжело Понимаешь? Ты одно и то же Одно и то же Одно и то же Люди не хотят слышать Не хотят ничего делать Они знают, что жить не хотят Вот человек, который не хочет жить Он инертное тело Вот я хочу жить Да меня не надо ничего Вот ее тоже не надо заставлять Так-дым-так-дым-так-дым Все интересное 350 проектов 350 знакомств Не входит ничего в сутки Да, магазин. Понимаешь, и мы вот так сделаем, в конце каждого приклада, как мы в стабуле стульки, сумки. Воги, Воги. Ужасный магазин, я знаю, что сейчас будет с моими денежками. Класс, смотри. Медового цвета, смотри, какая она. Что-то. Это ручная работа полностью, но полностью вся просто состоит из страз, и я сошла с ума. А, и бисер тут еще. Сколько у нас осталось денег? Обалдеть. Так я накупила тогда этих сумок, я их сейчас перепродаю, потому что я поняла, что я... Рада, я ни разу ни одну из них не получила. Но зато это было так прикольно, понимаешь? Рада, я не знаю, почему люди не хотят жить. У меня нет ответа на этот вопрос. Почему они не хотят жить, это вопрос... Я не знаю. А про себя подумай. Вот почему тебя... Вот смотри, у тебя же импульс был, вот ты зажглась. Понятно, что у тебя возникла идея, и ты пробилась на реалити. А вот если бы нет, смогла бы ты или нет? Что бы тебе могло бы? Ну, я смогла бы пойти другим путем. Возможно, он был бы еще длиннее и дольше, чем этот. Ну, вот давай по-честному, или что? То есть здесь у меня скорость сократилась. Ты на мастер-майде посидела? Вот что происходит? Ты посидела на мастер-майде, а потом все равно возвращаешься. Есть структура семьи, структура работы. Да нет, почему? Я посидела на мастер-майде, я пошла, перекрасила волосы, я научилась краситься так. То есть это обучение, оно было. Я не могу сказать, что я просто просмотрела и ни хрена не сделала. Нет, конечно. Я почистила свой гардероб. Ну, то есть я делала. Мы видели, как ты почистила свой гардероб. Так, стоп. Я вам объясняю. Все, что здесь висело, свидетели, зрители. Вот пишите, зрители. Я говорила, это до ключей, это после ключей. Я специально принесла то, что до ключей. Специально, чтобы видела разницу. Аленка, делай заголовок, что героиня наорала на ведущих и поставила их на место. Можем, в принципе, подраться. Я специально принесла гардероб до-после, чтобы была разница, что я начала эту работу. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела. И плясала, прощай, цыганка сэра, были твои губы. Ты нарядилась, надела, подошла к зеркалу, все, сняла брошь и пошла. Это будет уже... В данном случае это платье. Да, в данном случае это платье. Снимите сюда одну лишнюю вещь. Я даже не знаю, что еще тут будет. Я тебе говорю, декабрь 56-го года, только это... Да. Просто, конечно, в контакте, близком с вами это все происходит молниеносно и быстрее. И, конечно, любой человек, попадая в ваше поле, он выстрелит в разы быстрее, в разы сильнее. Но это невозможно. Но я не могу всю жизнь откачивать девчонок, чтобы они хотя бы переоделись или подстриглись. Но это просто не смешно. Я уже хочу в большую политику идти, знаешь, океан от мусора чистить и китов спасать. Ну, блин, ну сколько можно? Ну свои три волосина иди, да отрежь. Что сложного? В первом сезоне мы с этой, во второй, с Наташей. Ну, Наташа была, помнишь, у нее тоже три волосины серые. Я не смотрела, по-моему, тот сезон. Ну, что сложного? Я уже в одном сезоне это с человеком сделала. Это бесплатно. Ты идешь, смотришь. Что мы сделали с Наташей, все применимо к тебе. Но это же бесплатный обучающий материал. Почему? Ты пойми, что проблема нас, как создателей проекта, люди не хотят ни бесплатно, ни платно. Никак. Просто никак. Понимаешь? Вот они бесплатно не могут посмотреть или посмотрели, знаешь, там пока, не знаю, по телефону с подружкой параллельно говорили или еще 300 дел. Ну, невнимательно, да, то есть не могут питательные элементы. Платно приходят и потом опять. А что, а это было что ли, разве что? Так оно же все в доступе. Вот этот вопрос, который я часто задаю миллиардерам, которые встречаются на моем пути, мне ни разу никто не ответил. Я говорю, вот смотри, дорогой, вот YouTube, вот полезный контент, вот все книжки мира. Все бесплатно. В аудиоверсии, в видеоверсии, с картинками там. Не берут или берут, не понимают, что делать с этими людьми. То есть сколько еще мы можем снимать сезонов? То есть мы же одно и то же каждый сезон делаем. Это не смешно. А, кстати, я подумала, надо прикрыть нафиг лавочку и больше никого не звать. Потому что самый частый вопрос в директ, да, я сейчас поняла, типа, как можно попасть героинями на реалити. Чтобы вы сделали. И людьми, желание подстричься за наш счет или там вещи получить, не это. Не желание думать. Да, а чтобы за руку взяли и провели. Из-за того, что мы снимаем реалити, еще меньше людей хотят, правда, идти учиться. Они просто надеются, что им повезет, как в лотерею. То есть они будут еще 90 лет мне присылать заявки на реалити. Потому что однажды им повезет, как в лотерею. Да, если 100 лет покупать лотерею, когда-нибудь ты выиграешь. Вас выбрали, отдувайтесь, принимайте и негатив со стороны аудитории, и ту трамсы, которая происходит. И ваши вот эти великолепные впечатления, и вот эти ямы, в которые эмоциональные вы, и мы падали, мы от того, что руки опускались, вы от того, что вы получали в волну гигантскую негатива. Это очень тяжело. Это 100% тяжело. И большая часть из тех, кто хотел бы заявиться, они бы этого не выдержали. Потому что люди потому и не идут в публичности, сидят там, чахнут, потому что они знают, к чему это приведет. Вот никто не хочет перерабатывать это все в хорошие результаты. Это идет в комплекте. Ваш рост и отдуваться, отвечать за них и за себя, почему вы не делали. Я не могу за других сказать. И это вопрос вопросов. Это правда. У меня, не знаю почему, ленивая задница, инфантильная, ждущая, что придет какой-то большой человек, протянет ручку. Ну, как я, в принципе, и пришла изначально. Ну, ты же говорила даже вот про систему в браке. Ты такая, ну, я же еще не так долго, а с 2006 года я даже не могу посчитать. Да, да, да. Почти 20 лет. Восхищение, что ты просто застреваешь, попадаешь. Я говорю, сразу поняла, что это не мое. Ты ненадолго сходила в фиолетовый уровень, мы такие, подожди, 18 лет прошло. В одном браке можно прожить разные уровни. Да, но ты всего 6 лет назад начала истерики заказывать. 6 лет назад, да. А ты знаешь, что 12 лет, это был твой демо период, типа попробовать. Не 12, до этого у нас был красный период. Я же говорила, красная парочка, потом фиолетовая, потом уже, да, истерики. Истерики на выход на новый уровень, да. Ну, в общем, класс. Скорость. Давайте наше выпускное слово будет скорость. Потому что, блядь, я не могу так медленно просто. У меня все дергается, как бы, можно было столько всего переделать за это время. Ну, как бы, это же все очень быстро. Все, что с вами произошло, это настолько быстро можно сделать. Можно уйти плотнее в терапию. Кто из вас доходил бесплатно и подарочные зеркала? Я дохожу. 2,5 месяца прошло. Тебе подарили, понимаешь? Ты даже бесплатно не можешь дойти. У меня заочники были одни, потом другие. Я видела позавчера, как Оля между съемками переоделась в форму и пошла бегать. Потом помылась у меня в душе, потом пошла под мандилос и села сюда. Вот, понимаешь, человек самоорганизованный. Никакой проблемы в том, чтобы она... Ну, это правда, до конца жизни можно откладывать, если ты это в свой повседневный рацион не вмещаешь. Ты должна научиться повседневный рацион делать. Я же как-то другие свои бизнесы веду. Вы хоть раз видели, чтобы я... Никто же не понимает, что я параллельно еще там свои 15 проектов веду. У меня еще два ремонта. Никто этого тоже не видит, понимаешь? То есть, ну, ты как женщина учишься это делать настолько непосредственно параллельно. Все возможно. Да, то есть, почему вот эти все женские богини, у них вечно 12-40? Примерно поэтому, да. Потому что это норма. Это норма, что ты просто вот так вот очень мягко учишься. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А, кстати, вот если говорить про время, то это вот с февраля мы начали, потом мы прерывались, потому что у нас были другие дела, и нужно было это монтировать. А вообще-то там 5 дней и здесь 5 дней. Вообще речь идет про 10 дней. Так-то. Это они растянулись из-за того, что это съемочный процесс, и нужно было вам время, чтобы переварить. А вообще-то чистого времени, которое мы провели на съемках и провели вместе, и все процессы, которые случились, естественно, есть рефлексии после съемок, но речь идет про 10 дней вашей жизни. Вот вы только сейчас, все, кто нас смотрит, услышьте и подумайте. Ой, я не помню, я, по-моему, интервью Мадонны, что ли, читала переведенное, не буду врать. То ли ей отец такой совет дал, то ли кто-то из продюсеров, что попробуй посвятить просто 4 дня, я не помню, почему 4, 4 дня своей жизни чему-то одному, не отвлекаясь ни на что другое. Просто 4 дня. Вот ты как бы спишь, подпитываешь себя какой-то едой на уровне физики, и 4 дня делаешь что-то одно. Тут достигнешь феноменальных результатов, потому что вот эта расфокусировка, вот девочки занимались тем, чем занимались под нашим руководством всего 10 дней. И какие кардинальные изменения. Каждая из вас может прямо сейчас, в момент, когда эти слова звучат, уже не дослушивать меня, вырубить и начать действовать. Да, уже побежали. Да, и засечь эти 10 дней прямо с этой секунды. Вот что мы 10 дней делали. И причем, что делать, уже просто пошагово рассказано. Уже места обозначены, мы все контакты, социальные сети всех на свете, мест, где мы бывали, со всеми договорились, вы там приходите, говорите, что вы стучи, все радуются и так далее. Причем везде можно попасть. То есть мы показываем места, куда правда можно тоже попасть. Причем на тех же условиях. То есть я к Ане Амосовой тоже покупаю билеты и иду к ней за денежку на вечеринке. И я на них хожу. Я тоже. И всех подружек еще мы туда отправили. Да. Да, ну то есть просто делать. И вот эта скорость делания, она же очень быстро метаболизм раскочегаривает. И у тебя все быстрее. Вот метаболизм. Я настолько быстро и легко делаю все, просто все, понимаешь? То есть потом уже нигде истерики, тебе уже ничего не кажется сложным, потому что ты как локомотив, знаешь, вот это раскочегарило печку один раз. И все, и оно очень быстро, оно прямо метаболизируется. Что за очники твои? Андрей успел среди съемок сбегать в зеркала, полечить себе спину. Оля успела, да, среди съемок. Все все успевают. Это нормально. Не нормально. У нас люди капельницы делали. Да, мы все, все, да, техобслуживание команды. Ну то есть мы очень много всего все успели, там еще с друзьями, знаешь, все повидались. И это нормально не застревать в одной роли, да, там, я жена, я там вот бизнес-вумен, я вот спортсменка, там фитоняшка. Ты просто каждый день учишься это вот так вот из этого, да, из этого такого хаоса. И вообще-то оранжевый это же не структурный уровень, это уровень хаоса, правда хаоса. Оранжевый это горизонталь. То есть когда вертикаль, да, там вроде как-то все струненько понятно, сначала я вот это закрою, потом вот это, потом вот это. Горизонталь все одновременно. Это такая мандала, ты начинаешь вот так вот бегать, знаешь, все друг друга скрещивают, опыляют и как-то колобятся. Очень хаотичный период. И он поэтому веселый, потому что появляются кроме инициативности еще какие-то сюрпризы, потому что люди другие тоже становятся инициативными. То есть вы не один человек, все инициативные. И вот вы сидите там, 10 человек, этот что-то предложил, этот что-то предложил, этот что-то предложил, этот что-то предложил и этот что-то. Представляешь, сколько всего. Эти здесь согласились, эти здесь, эти сюда, эти туда. И начинается вот этот движ и веселье. То есть веселье так и выглядит, оно не сухое, структурное, это хаос. И всегда все не точно. И нет никакого сценария. И мы даже не работаем по сценариям, потому что... Ну а смысл, мы уже на другом уровне проживания, нам не надо сценарий. И когда я тебе говорю, если есть что сказать, хотите самовыразиться, вот камеру прямо сейчас взяли и высказались. Я могу. Поднимайте задницу, идите делайте. То есть если у тебя есть какой-то контент внутри, тебе нужно примерно полсекунды, чтобы подготовиться к тому, чтобы его выразить. То есть оранжевый период, он про то, что тебе ни к чему специально готовиться не надо. Ты всегда вот в этом мягком, милом, размятом состоянии, турбулентном хаосе. И ты вот так легко все внедряешь, не делая из этого какое-то событие. Это никакое не событие. Сережки бросила в сумку, и все, и всегда готова к чему угодно. Потом кроссовки кидаешь в багажник, что и ракетка, что там солнечные очки, лыжи. Я хочу так научиться. Это похоже на то время, когда ты в университете учишься, в школе. Ну вот примерно это похоже. Вот этот вот хаос, когда ты утром уходишь и не знаешь, где ты будешь вечером. И что с тобой произойдет. Это веселье. Почему люди после демоверсии, которые они получают в юности, в молодости, уходят в эту структуру и в эту болото, тень? Я не знаю, почему так происходит. В детстве родители давали тебе еду, одежду и деньги. А взрослые почему-то из этого какой-то культ проблемы развели, что я же зарабатываю, и что дальше? Ну примерно 3 секунды нужно. Не зарабатываю, а я работаю. Вот, я работаю. Примерно 3 секунды нужно, чтобы заработать на все, что тебе нужно, по-честному. Абсолютно. Да, и никакой трагедии. Ну то есть, понимаешь, мы говорили про богатых людей. Богатый человек, это у которого достаточно денег, достаточно времени, достаточно здоровья, достаточно друзей, достаточно свободы, передвижения, достаточно всего. Богатый человек. А если вы где-то скрипите, ну давайте там сразу быстренько подкручивать, смазывать. Не делать из этого проблемы. Не нужно ни из чего делать какое-то гранд события. Это все очень легко. По пути набегу, тык-тык-тык. Это классно. Я очень хочу этому научиться. Вот я делала эти кудри примерно минуты две. Две минуты. Сама вот так вот сделала тут и тут. Мне не надо идти к парикмахерству, чтобы он мне сделал укладку, понимаешь. Три часа вил мне кудри. Это не отдельный ритуал. Ну как бы так, чтобы как с вас ходить. Я вижу, как люди из всего делают какую-то сложность. Это важно. Я хочу вытащить, потому что вот это вот напряжение, которое у тебя связано с бьюти-индустрией, что они должны тебя подмандячить. Это идеальная порода. Понимаешь? Вот бошку помыла, сережки нацепучила и пошла. Вот цветочек, бантик, стразинка. Все, внимание. У меня снялось это. Теперь скорость. Я согласна. Мне надо работать над скоростью. Вот если Оля безотлагательностью, мне над скоростью. Я очень долго принимаю решения. Я очень долго думала подавать заявку. Это тоже безотлагательность, да? Хорошо. Скорость безотлагательности. Ну нет, для меня безотлагательность и скорость немножко разные вещи. Чуть-чуть. Потому что безотлагательность это подумал и сделал, да? А скорость это подумал и сделал. То есть мне надо сократить дистанцию. Ну да. Ты пойми, что из-за того, что, например, я делаю сразу, я и попыток больше успеваю сделать. Почему у меня к этому возрасту больше чего-либо, чем у других? Потому что я и попыток делала в секунду времени больше, начинала в секунду времени больше. Я начала раньше покупать квартиры, я начала раньше что-то изучать, я начала раньше работать. Так у меня и результаты во всем этом лучше, и опыта больше. И ты потом привыкаешь еще, и ты правда локомотив. В какой-то момент ты очень такая разгоряченная, разогнанная. Ты заходишь в любое помещение, понимаешь, тебе уже вообще не нужно ориентироваться, кто там кто. От тебя фонит, знаешь, вот этой энергией, и все начинают сами интересоваться. Тебе даже не надо на это тратить силы. Дальше. Оделась по ключам, чтобы молча, знаешь, не каждому объяснять. Я такой-то, такой-то. Я вот такая-то, у меня такой-то характер нордический. Вот не надо никому ничего объяснять. От меня ожидайте вот это. Сокращай время. Вот правильно оделась, зашла счастливая в комнату, знаешь, там, со своими делами на уме. И все, и все сразу побежали знакомиться и узнавать, что там с тобой можно, как по взаимодействию, за какие деньги, на каких условиях, еще что-то. По поводу количества попыток. Я когда маленькая была, мы с папой хоккей смотрели. Я никогда не понимала, зачем пишут не только счет, а количество ударов в створ-ворот. И я у него спросила, он говорит, ну, потому что есть статистика, это давно там доказано всеми исследованиями во всех видах спорта. То есть важны не голы. Ну, то есть бывают исключительные игры, когда ударов в створ было меньше, но команда победила. Ну, вообще-то, по статистике и по логике, и по всем математическим законам, ты просто должен в сторону цели лежать, бежать, ползти, скрепстись, делать удары в сторону ворот. Потом в створ-ворот, и из этого только получаются голы. Не получаются голы, из другого это про качество. Я понимаю, в боксе также там считают количество попаданий. Да. Вот количество, сколько ты нанес, они вот так вот сидят, и все. Если ты не наносишь, не делаешь, значит... Ну, нет, это другое, это результат соприкосновения, да. А удары просто в сторону, туда. Это могут быть неудачные попытки. Но чем их больше, тем больше вероятность того, что ты нащелкаешь вот этого результата. Я Ольга Чебыкина. Я офигительный эксперт, суперпрофессионал, востребованный специалист, я, как следствие этого, богачка, живущая свою классную жизнь и регулярно рассказывающая вам истории бизнес-класса в прямом и переносном смысле. Я жена. Вот с этим кто-то может поспорить, потому что вы знаете, что в паспорте у меня стоит штамп о разводе. Но в самом широком смысле я, конечно, жена. Это значит, я женщина, я партнер своего мужчины. Я и муза, и вдохновение, и источник расходов, естественно. Я женщина для мужчины. Вот три эти вожделенные статуса я точно имею, рада точно имеет. И вместе мы создали новый продукт, а я знаю, что вы скучали. Это, если хотите, пробник ключей. Если хотите, это тест-драйв ключей нашего легендарного курса. Сейчас не буду рассказывать, про что он. Это, если хотите, референс. Вы можете купить три эти урока вместе или по отдельности. QR-код будет на ваших экранах. Ссылка в описании к этому видео. Это то, что вы покупаете и знакомитесь с нашей философией. Это то, что вы скрините себе в телефон, в папочку складываете и идете в магазин. Просто повторяете эти образы, чтобы бытие начало определять ваше сознание. Вы знаете, что бытие определяет сознание, равно как и сознание определяет бытие. И в ту и в другую сторону это работает, но с чего-то нужно начинать. Работать с сознанием сложнее, чем с бытием. Сложнее. Вы покупаете, если хотите, закрепить или приобрести статус классного эксперта, который дорого продается. Богачки, то есть человека, живущего комфортной, классной, взрослой жизнью. И жены, то есть настоящей женщины, с которой не то, что не стыдно выйти, гордо выйти. Вот он скупил билеты на все ближайшие мероприятия и концерты на три месяца. Знаете почему? Потому что он хочет со мной туда пойти. Он, некто. Существует он или не существует, неважно. Вот если хотите так же, вот эти уроки для вас. Ссылка в описании. Там же будет подробный рассказ о том, что содержит в себе каждый урок. Или можете переходить по QR-коду, который видите на экране. Самый свежий, самый лаконичный, самый практичный продукт легендарной, рады русских и меня, скромной Ольги Чебукиной. Богачки, эксперта и жены. Что самое сложное было в себя втолкнуть, пропихнуть именно в этом сезоне? Потому что мы и в первом сезоне про это говорили. Вот то, что более всего вас встречало как раз сопротивление или с наименьшей скоростью усваивалось. Есть понимание? Ну и сейчас это может еще происходить. То, что вы понимаете, что вот с этим дольше всего мне придется свыкаться. Сложнее всего будет внедрить в жизнь. У меня ничего такого нет. Я все приняла. Абсолютно. Ну, я работала над тем, чтобы не зависеть от мнения чужого. От критики. Это проблема для меня всегда была. Я ненавижу критику. Ненавижу. Поэтому, может быть, я и особо ничего и не делала. Потому что тут же ты сталкиваешься с критикой. С осуждением. С осуждением, с непринятием. Типа сделал, сделал не так. Попытки. Да, да. Вот эти попытки сделал и облажался. И тебе все скажут об этом. Это проблема, да. Мне кажется, я с этим прям основательно работала и проработала. Хорошо. То есть не сколько страшно, я говорила, сниматься и делать попытки эти, сколько потом огребать. И вот это вот ощущение, что ты будешь огребать, тебя стопорит. Ты начинаешь всех раздражать. Потому что ты живая становишься на их глазах, а они все еще мертвые. И они тебя за это ненавидят. Вот, вот. И сейчас я это переборола. Для меня это было очень сложно. Поэтому это как раз был тот момент, когда я думала, долго принимала решение идти, не идти, входить в эту публичность, не входить или оставаться в спокойненьком теплом болоте. Вот именно боязнь осуждения, боязнь критики. Ну, Оля-то в данном случае вообще совершила подвиг. Потому что такое огромное количество людей подхватили вот эту волну, что вот она в капсуле, она там зафиксировалась, и что мы ее пробить не можем, что она вот не отдает наружу ничего. И там же, конечно, кленивый не написал тебе. А там же за кадром все-то не такие, да? Да, да. А там вот все. Ну, в комментариях-то обругать, это же, знаете, у нас и номерок то же самое сказал. Ну, я там пыталась мяу-мяу-мяу что-то сказать. Я потом сдалась и думаю, ну ладно, надо все это принимать. А у меня наоборот. У меня как бы с осуждением я всегда живу с тем, что всех провоцирую, и я к этому, скорее всего, ну, более так толерантна. Но у меня начинаются игры с тем, а в чем глубокий смысл? Вот это что? Вот это все, или мы еще будем ради какой-то большой-большой затеи это все делать? И ты начинаешь вот в какой-то момент терять интерес. Ну так, ну как, ну ладно, попробовали, и что дальше? Что еще хочется? И вот ты ищешь постоянно какую-то очень глубокую идею в том месте, где ее и не должно быть. То есть накручивать вот эту важность и значимость в тех делах, в которых этой важности и значимости априори не должно быть. Не совсем понимаю, про что ты говоришь. Тебе хотелось, ну, типа не для себя делать, а быть вот именно ролевой моделью, кого-то за собой повести, чтобы это пробудило какое-то течение в людях? Даже не так, что, ну хорошо, сколько мы еще сможем, например, иногда больно тратить деньги на то, что ты поносишь, потом тебе надоест через месяц. А, ну типа зачем привыкать тратить деньги на платье, если вот ты купил, ну 10 платьев, все, это закончилось, и смысл был. Или ты, например, у тебя есть альтернатива, чтобы вот эти средства можно было направить на что-то такое вот прям значимое, полезное и долговременное. И вот эти вот у меня постоянно были качели, да, и вот здесь, наверное, вот то, что Рада все время говорит, да хватит тебе уже думать о квартирах, ты как бы потратить это все на себя. Ну потому что у тебя между хочу и нужно до сих пор ты все бабки в нужно и в страховку своей старости вкладываешь. А в хочу. И то, и другое. Просто на хочу ты быстрее разбогатеешь. Вот начинаешь делать то, что хочешь, переоделась, прическу поменяла, сережки купила, съездила жопой, пожарилась где-нибудь, на массаж походила, знаешь, там цветов себе накупила, вас себе накупила. Провела в этом состоянии наконец-то, не сомневаясь и не проводя вот это вот исследование на 10 тысячах респондентов, которые ты там хочешь сделать. У тебя мимика поменялась, у тебя походка поменялась, у тебя интонация поменялась, и все резко тебе начали делать какие-то интересные предложения. Потому что, ну а где вы энергию-то возьмете? Энергия, она только из удовольствия, только из хочу. Но мы, в чем сложность, хочу у всех разные, поэтому здесь я не могу вам просто всем, я могу объяснить только, как оно выглядит. И в течение курса мы медленно все эти месяцы на мастер-майндах, мне там птичка принесла в клювике червячка, говорит, вот такое на этой неделе придумала. И мы обсуждаем, это то или не то. То есть это же долгое опознавание, вот я вижу, что у тебя все еще с вот этим вниманием к хочу, нет, вот нужно, у тебя проработано, а внимание к хочу-то где? Ну ты же знаешь, что это стратегически самое важное. Правда важно, вот что я пошла и купила себе три юбки одинаковые в трех разных цветах. Это важно. У меня много одежды. Ну я ее старую продала на ресейле, пошла новую купила, вот тебе история про 10 платьев. 10 платьев относила, пошла продала, новую 10 купила. Понимаешь, шеринг и круговорот это и есть жизнь, жизнь это движение. Ты не можешь один раз на всю жизнь что-то, это же живое видоизменяемое. Поэтому мы должны потреблять по чуть-чуть энергию и тратить по чуть-чуть энергию. Ты не можешь на всю жизнь накопить энергию до конца жизни, а потом до конца жизни ее тратить или заработать до конца жизни, а потом до конца жизни тратить. Ни разу у никого это не сработало. все эти хулиардыры. Знаешь, вот вчера у него было 10 хулиардов, сегодня у него минус 10 хулиардов, потому что политическая ситуация в стране поменялась, там везде поменялась. Даже вот историю за последние 50-70 лет изучить, знаешь, вот сегодня это было прогрессивное государство, там все ходили как хиппи, вот с такими вырезами. Через два дня все, все в пранже. И уже 70 лет вот такой режим. И что дальше? И ты не можешь подстраховаться. Очень живое, да, вот это проживание, оно должно сейчас быть очень наполнено. Потому что потом может или не быть, или потом все жестко меняется, а потом ты сожалеешь, что ты 40 лет готовилась к тому, чтобы до конца жизни все было хорошо, а оно, хорясь, и что-то поломалось. И все, и люди идут вешиваться потом. Я видела людей, которые не защитили докторскую. Он повесился. Я не понимаю, в чем трагедия. Трагедию мы нагнетаем тем, что мы очень медленные. Или у нас что-то одно. И мы все время купим эту недостаточность. И не дай бог это не получилось, когда ты 15 лет к этому стремился понятно есть, из-за чего расстроиться. Да, если ты на неделе 10 тысяч решений принял, и какие-то из них не сыграли, так ну и ладно. Да, ну хотя бы на конверсии поиграть. Конверсии. Конверсии правильных решений, да. Мы пытаемся всех вживое. Потому что то, что все, правда, сейчас заявки эти бесконечные нам шлют, мне в какие-то вот в трусы записки запис... На улице пихают уже, знаешь, там в примерочных, что мне очень нужно на ваше шоу. Вам пора просто купить место на кладбище, как бы вперед. И вот это вам точно всем пора. А у нас просто нашли адреса электронных почт всех нашим бухгалтеру пишут, коммерческому руководителю пишут. Одноклассникам. Да, да, да. Типа вы же знакомы, вы там спросите тогда. Это просто невероятно. Там такая шпионская сеть уже развернута. Нас взяли в кольцо. Мне тоже пишут. Да, у тебя по блату, да, по блату пролобируйте. Да, и это глупо вообще, если человек так сильно надеется, что вот только здесь с ним что-то сотворят. Вы видели, сколько сезонов, ничего не сотворили. Но вы зато можете об этом подумать, потому что у вас хотя бы живые примеры есть, у нас есть какой-то контент. Но правда, каждый человек должен быть тем, кто в свою жизнь максимальный вклад внес. Это единственная правильная схема. Все остальное наебалово. Ну, не может другой человек сильнее повлиять на твою жизнь. Хоть с какими он бубнами будет там бегать барабанами. Это невозможно. Инициативность, скорость, ты разгоняешься, хачушки. Их же прямо искать надо под себя индивидуально. Это нутрицептика. Я не могу всем одинаково витаминки дать выпить, потому что они у вас переизбытки, а на вас не работают, а у вас еще что-нибудь. И просто быстрее, чаще и постепенно метаболизм свой жизненный разгонять. Вот и все. Но Катя, между прочим, протащила оттуда, из внешнего мира сюда идею. И мы сняли в процессе записи второй части, второго сезона нашего реалити-шоу. Мы сняли три новых, грандиозных, просто золотых продукта с Катиным участием. Спасибо тебе за это огромное. Это как раз суперпрактические, суперпонятные с референсами уроки про то, что каждый из вас прямо сейчас может сделать. То есть вы можете смотреть автопродукты, побывать на живых мастермайдах или посмотреть их в записи, если вам не хватило. Добивайте эти знания, уплотняйте их вот этими нашими новыми тремя продуктами, потому что это просто инструкция, что делать, куда пойти, что купить, как между собой сочетать. Конкретнее некуда. Я пошла за подарками? Да. У нас же всего добрый выпускной. Ну как сначала, а потом подарки. Добрый выпуск. Кнут и пряник. Да, вижу, молодцы. У нас внутренний таймер работает. От ненависти до любви один шаг. Да тут нет ненависти. Коробка. Да все понятно. Все, все. Абсолютно рада крова. Кидай в них коробками. Абсолютно рада крова. Я не сомневаюсь в этом. Так, красоты. Дай я будем в камеру показывать. Это просто я этот кампейн ваш люблю. Вот многорукий. Многодел. Многодел. Красив такой. Желаю всем многорукости. Многоликости. И много чего-нибудь еще. Много всего, да? Так, это набор. Многозадачности, многорежимности. А вот этот интересный набор. Для лица-то там это. Мы уже за камерой договорились, что Оля хотела там кремушек есть с лактобиотилом. А вот тебя мы сейчас будем... Итак, здесь у нас гидрофил для тела. Гидрофил для интимной гигиены. И гидрофил для рук. Я решила тебе подарить все гидрофилы, потому что все-таки, девочки, если вы публичный человек, если вы часто краситесь, с собой что-то делаете, перелеты все время, да? Ткани, правда, нагрузку. У спортсменов то же самое. Я вот когда хожу в бассейн, каждый день кожа истенчается. И маслица, чтобы сверху все это помазать. Спасибо. Потому что у нас же цель какая была, да? Чтобы никогда не состариться. Да. Вот, это чтобы вот прямо никогда... Так, косметика для вампиров. Отлично. Да, у нас все для вампиров. Берем старт на молодость. Конечно, не хочется, чтобы люди себя берегли в плане того, что меньше чего-либо делали, из-за того, что они, знаешь, там пытаются... Да, делайте много, просто сохраняйтесь. Делайте много, просто правильно, да. Уже для вас все придумано. За собой ухаживайте, правильно накапливайте энергию. Это несложно. У нас эта тема тоже леет мотивом. Все эти годы хочу, нужно, это важно. Присутствовать в своей жизни, это важно. И мы, конечно, продолжим, возможно, но это не точно. А, и твои уроки тоже важно, потому что когда я первый раз у тебя была в Питере на той первой квартире на мастер-классе по уходу... Да, но это мастер-класс был. Ну, неважно, я поняла, как ухаживать за лицом, и на самом деле... В моем ютубе примерно 200 видео этому посвящено. Да, да, я просто говорю о том, что это, ну, действительно работает, и все уроки твои важны, которые бесплатно выложены. Да. Будешь финишер? А будем мы дарить людям косметику или шиш им, а не косметика? Пусть они идут на Озон и Вайлдберрис и покупают. Я все равно у всех ассоциируюсь с другим человеком, поэтому я... Тебе терять нечего, давай, жги. Мне интересно, мы ни разу, девчонки, ни букетика не принесли, ни чего на финал. Ну, серьезно, ну, просто, то есть, это же тоже, ну, как бы, вот, я герой. Знаете, по братьям не отдавать? Считаешь, ничего нам не отдали? Букетики не принесли? Ну, кстати, вот, между прочим, сейчас это не про меркантильные вещи, когда эксперты к нам приходят, они приходят с цветами, с подарками, с благодарностью. Да, Маша, помнишь, пришла? Конечно. Вот такие две штуки. Маша, Яна, Лиана только что, у нас 500 тысяч на женщинах было, у меня эксперты цветами завалили, присылали всех концов мира. Ну, это просто, понимаешь, это просто живые люди, они же приходят к вам на канал, чтобы что? У них есть что сказать. Есть что сказать, есть что транслировать. Они научились аккумулировать эти деньги. И они ценят эту возможность, конечно. Они спокойно летят в другой город, чтобы это сделать. Вот знаешь, у меня есть хобби. Я вот с Леной и с моим парикмахером 20 лет. Так, у меня хобби дарить ей подарки. Как и тебе? Да, да, да. Если я что-то не подарила, это вообще не знаю, что произошло. Просто хобби, понимаешь? Вот мы пока снимали с тобой выпуск. Мы там что-то снимали, она такая, ой, смотри, какие бокальчики мне так понравились. Мы в этот же день едем с мужем в магазин, покупаем ей бокалы. Мы потом посмотрели состояние кожи головы. Я говорю, ой, тебе пора эта масочка. Я тут же пришла и полноразмерки косметику, все для волос. Мы все отправляем. Каждый раз, когда я иду к ней подкрасить что-то, я всегда плачу. Я же в салон хожу. Но я всегда с букетом прихожу. Всегда просто. Ну, то есть я беру самые ебанутые странные цветы, потому что мне нравится. То есть вот это вот изобилие, когда ты сам себя можешь раскочегарить, и в тебе появляются силы, что-то еще. То есть сколько бы я ни работала, сколько бы я ни отдавала, сколько бы я денег ни потеряла за год, а это просто десятки миллионов. Вот я просто теряю на экспериментах, на тестах, на каких-то запусках. Но это потом мне конвертируется вот в эту скорость и в привычку, что да, это вообще внутри секунды. Ну, это же вот завтра снова новое все будет. И это правда работает. И в какой-то момент, когда вы начнете себя разгонять, у вас тоже это будет абсолютной нормой. Ну, то есть это прям вот так вот. Ты как помните в сказках махнула рукой, у нее там брюлики посыпались этой рукой, что-то еще. Это плюс-минус так и работает, потому что нужна вот эта правда скорость, включенность в свою жизнь. Потом ты успеваешь подумать обо всем. И скорость обмена в том числе. Да, всем повысить настроение вообще просто, ну, как бы это так, тык-тык-тык-тык-тык. И это классно. И хорошо, что сейчас хотя бы вообще YouTube есть, и люди могут, да, как-то эти смыслы сеять на самом деле. Так что... Честно, у меня эта мысль была. Но! Вот, не, я серьезно, я клянусь, у меня эта мысль была. И что делать? И я ее обдумывала. И вот эта вот безотлагательность, когда нужно просто встать, пойти и быстро это сделать, я понимаю, что я не успеваю не собраться, ну... Доставка. Доставка. Вообще. Я даже не хочу оправдываться. Просто у меня реально была эта мысль, я думала и просчитывала, но я ее не довела до реализации. Но цепочки еще так не работают, как быстро можно реализовать? В том-то и дело. Принимаешь ты, Алена, этот аргумент? Алена, не придет, это мимика. Принять тут нечего, потому что это реально так. И я согласна с тобой, с Аленой. У меня правда эта мысль была. Ну вот, вот это и есть моя задача, над которой мне надо работать. Вот я придумала, сразу я думаю, как это реализовать и сделать. Все. Все, ты довольна? Да что тут довольна-то может быть? Не будем тогда айфон дарить, да? Нет. Это на самом деле не шутка, просто у Рады есть лишний айфон. И когда ты сказала, что ты выбираешь между айфоном и чем-то там еще, что пока не достигла до такого уровня, мы обсуждаем, так давайте Катьке айфон подарим сейчас там, а дадим мне, пусть мы не будем тебе айфон дарить. Ну в смысле, серьезно? Мы не планировали вообще про это говорить. Это супер жестокий, супер жестокий финал получился. Ну потому что это антагонирует всему тому, что мы сделали до этого. Типа почему люди сами не делают? Это потому что в роли мамы человек выступает, такие пух-пух-пух-пух-пух всех там вот это все. И наши вот эти выпуски, а пишите нам негатив, обсирайте нас. Мы же такие мудры, мы все это переварим. Мы ради светлого, доброго вечного это делаем. Как бы ну вы не поняли, позже поймете. Будем вас там, ну и все. Напишите негативный комментарий, прокляну. Слушай, удобно очень. Мне и так в самой части вопрос, как я не боюсь с тобой дружить. Типа, а если ты что-то делаешь не так, она бы тебя порчу наведет. Если со мной дружить, все нормально. Ну мне так и говорят. А если нет, то я скорпион. Вот я считаю, что скорпионами вообще не стоит ссориться. Это ненадежная схема. А я наполовину скорпионов. Так, тут наполовину скорпионов не бывает в финале. Да. А Оля ничего не говорит здесь. Не знаю, она так мудро молчит. А мне это вообще не надо? Да, мудро. Подожди, мы уже Олю хвалили, что она вас угощала. Очень. И это правда очень красиво. Очень красиво. Я тоже люблю все время. Мы всех угощаем. Ну да. Да. Вы такие щедрые. Спасибо вам. Аленка прикольно обращает внимание. Оля такая отсиделась. Это очень классная дипломатичная тактика. А Катя во всем повинилась и все приняла. Вот ты давай тоже принимай, пожалуйста. Что из этого было про тебя? Ты вообще 6 или 7 лет учишься у Рады. Мне это список того, что случилось. Мне кажется, опять буду всех раздражать. Поэтому давайте лучше. Да, мне кажется, очень густой на самом деле финал. Все понятно даже. Все понятно. То, что в воздухе висит. Да. Вот. И плюс-минус. Я не хотела позитивный финал. Потому что я вообще против позитивной токсичности. Ее сейчас очень много. Я вижу много позитивной токсичности у женщин. Мужчины поспокойнее. Но женщины правда до сих пор стараются. Вот это вот какое-то все. Оно неискреннее. Поэтому проще иногда немножко где-то поднадавить. Чтобы больше было, может быть, даже моментов на рефлексию. Но, конечно, моя боль в том, что люди, которые не присутствуют в своей жизни, они и в чужих жизнях тоже не могут присутствовать. И это про большинство людей, которых я вижу. И как только все начнут присутствовать в своей жизни, да, не дождаясь, что вот вытяните лотерею, поверьте, и с окружающими тоже коммуникация будет красивее, приятнее, более объемная. А со временем это перерастает еще и в какие-то красивые, да, события. Или они разворачиваются, события, или они не разворачиваются. Я могу сказать, что ни с одной из вас мои события не развернутся. Потому что я, конечно, вас хвалила. Я, конечно, не буду кричать на детей. Но вы обе мало старались, я так считаю. Правда. Потому что я думала, что вы дальше уйдете. Вы уже взрослые, вы уже опытные. Я думала, что вы гораздо дальше пройдете. Вот. И бесконечно хвалить людей за то, что они там вот столичка как бы мне уже неинтересно. Вот столичка сделали для себя. Да. Вот столичка для себя. Да. Я тоже жду, когда уже люди вызовут на то, чтобы что-то и снаружи. Потому что все, что снаружи, тоже кто-то делает. И большинство вещей, которых нам не хватает в обществе, государство к ним никакого отношения не имеет. Например, такие вещи, как поднятие культуры. Да. И если никто не будет заказывать вещи у кутюрье, у нас никогда эта индустрия не будет развиваться. Потому что государство не будет спонсировать. Если мы не будем поддерживать какие-то другие культурные начинания, чьи-то детские кружки тоже кто-то должен организовать. Какие-то школы прогрессивные кто-то их должен строить. Это не задача государства и не должна быть задачей. Мы как государство в том числе выходим на оранжевый уровень. Это означает, что все люди, которые живут на этой территории, неважно откуда они приехали, важно, что они здесь находятся. Они должны соучаствовать для того, чтобы эту территорию облагораживать. Я надеюсь, что вы быстро дойдете свой личный внутренний путь и правда очень активно пойдете в провокацию людей, чтобы их всячески провоцировать на внешнюю работу. Я знаю, что ты садишь деревья, но то, что этого контента нет на ютубе, полностью хоронит это начинание. Потому что сейчас век того, чтобы людей просвещать на эту тему. То есть нам нужно пропагандой заниматься этих идей. Не просто пойти дерево посадить, а замутить огромную пропаганду, чтобы еще 100 тысяч человек пошли тоже это сделали. Я рада, что у нас есть хотя бы 50 тысяч аудитория, потому что это очень думающая, это очень правильная. И я знаю, что многие там свежих экспертов каналы растут очень быстро, потому что их тема примерно два притопа, три прихлопа. Конечно, у них аудитория больше. Я надеюсь, что наша аудитория тоже вырастет, вы тоже с нами вырастите, вы дозреете максимально быстро и начнете тоже делать свой вклад во внешнюю среду. Наверное, это тот финал, которого я ждала, но мы до него не дошли внутри. Но! Но впереди у нас еще, у нас точно 60 активных лет, надеемся, что и у каждой из вас. В общем, все, что происходит, все, что произошло и будет происходить, миллион раз уже повторяли это в кадре. Сложно в это людям поверить, когда мне на полном серьезе задают, а какую пользу вы несете там своим блогам или своей деятельностью. Потому что пожарные, понятно, для чего людям нужны. И учителя, понятно, для чего людям нужны. То есть гигантские средства, напрямую деньги, энергия, время, бесценное время нашей жизни вложены в то, чтобы это все существовало. И каждый из вас мог бесплатно забирать, сопротивляться этому или вдохновляться этим. То есть осознанный выбор нами давно сделан. И вот пока мы не устанем от этого или пока не найдем более эффективный путь делать то, что мы делаем, мы будем продолжать. Вся палитра, которую мы вам предъявили здесь, создана для вас, для того, чтобы какие-то события в вашей жизни все-таки случились. Я думаю, что, конечно, много будет комментариев про то, что увидели девочки, наши зрительницы, и визуальные изменения, категорические, так скажем, классные. С Олей, наверное, в меньшей степени, с Катей, ну, кардинальные. Хотя, казалось бы, что означает лишиться вот такого количества волос по длине. Ну, это совершенно меняет все. Ментальные изменения. Это отметили люди, которые с вами работали. Рада, конечно, сетует на то, что это могло быть x10 или x100. И случится и в первом сезоне, или на мастер-майде. Случилось так, как случилось. Это жизнь. Мы пока продолжаем, а что будет дальше, посмотрим. Между прочим, мы запланировали первый раз в жизни целенаправленную стратегическую сессию по поводу того, что мы будем делать с каналом ключи, с нашим продуктом. Потому что эта боль, она у нас дозрела до того, что вот интуитивно, нативно то, что мы делали, мы видим, сколько усилий мы этому отдаем. И какая микроскопическая отдача именно от аудитории. Все потребляют, вокруг этого варятся. И мы серьезно хотим подумать над тем, что делать дальше, чтобы это x-овалось. Потому что очень неинтересно влиять точечно на одного-двух человек, или тысячу человек, или даже 50 тысяч человек. Замах у нас гораздо больше. Вот такой финал. Как хотите, так к нему и относитесь. Комментарии открыты. Спасибо, что были с нами. Кому интересно подписаться на канал, сделайте это, пожалуйста. Один, два, три раза в неделю здесь выходят видео, которые могут разделить вашу жизнь на до и после, если вы разрешите этому случиться. Спасибо, что были с нами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok